Продолжение следует... 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 Вот, и модель Бориша состояла в следующем, правило, в следующем. Давалось слабое раздражение, он работал на куроризированных крысах, давалось слабое раздражение на вибрисы, которое вызывало только небольшое, нет, предыдущее, которое вызывало только небольшое увеличение, вроде я правильно называю, а вот, да. Которое вызывало только небольшое увеличение частоты разрядов. Здесь вот регистрировались разные структуры мозга, и вот каждый этот столбик, это суммация нескольких спайков, которые возникали в клетке в ответ на слабое раздражение вибрисы. Затем вот это слабое раздражение сочеталось с пропусканием через зарегистрирующий микроэлектрод тока, и клетка реагировала на пропускание тока так, как будто бы она отвечала на слабое синаптическое раздражение. И вот видите, я опускаю детали, примерно через 70 сочетаний вот клетка реагирует на раздражение вибрисы, ну, значительно лучше, чем она реагировала вначале. То есть, как бы вырабатывается условный рефлекс на отдельной клетке. Будешь, был очень тщательный исследователь, проводили всякие контроли, что это действительно усиление синаптического входа, а не какой-то вид сенситизации. Я не буду на этих контролях обращать, останавливаться. Но, в общем, это было вот впервые в 66-м году, вот продемонстрировано такое явление возможности получения такого вот модели условного рефлекса на отдельной нейроле. Вернувшись в Москву после лаборатории Буриша, я, вдохновленный этими исследованиями, решил попытаться все это воспроизвести, но используя не такой все-таки экзотический стимул, как раздражение вибрисы, а раздражать электрическим, слабым электрическим током, каламическое ядро, именно вентропостролатуральное ядро, и регистрировать активность внеклеточную нейронов синзомоторной области коры. Ну, это было лучше, чем вибрисы, потому что это такое дозированное раздражение. Значит, давалось слабое раздражение вентропостролатурального ядра, просто чтобы убедиться, что в кору действительно приходит возбуждение, а затем клетка срабатывала от пропускания через нее тока, что являлось как бы вот безусловным раздражением. Надо сказать, что опыты эти дали примерно такие же результаты, как опыты Буриша, и все же только в небольшом количестве нейронов, примерно в 10% удавалось получить хороший результат. Это было слишком мало для того, чтобы, ну, как такое, с этим работать, да. В это время мне попалась на глаза работа, которая была проведена, по-моему, в Институте Высшей Нервной Деятельности, и состояла в том, что я не помню сейчас ни название работы, ни, к сожалению, автор, там пытались выработать какой-то довольно сложный условный рефлекс, и ничего не получалось. Рефлекс вырабатывался очень плохо. Тогда животному дали субконвульсивную дозу стрихнина, и все очень хорошо заработало. Ну, вот я подумал, о чем мы хуже. И предложил обрабатывать кору головного мозга кролика субконвульсивной дозой стрихнина, потом пробовали пенициллин, пикротоксин и другие блокады гаммкологической системы. И все заработало очень хорошо. Следующий, пожалуйста. Примерно в 60% случаев удавалось получить такие вот спайки, похожие на то, что было при раздражении этой клетки через микроэлектрод. Ну, проводились тоже всяческие контроли, раздражение контролатерального клушария и так далее, для того, чтобы показать, что действительно такое явление существует. Таким образом, вот удалось показать, что если понизить тормозной контроль, под которым находятся все клетки, для того, чтобы они не впадали в эпилептическую активность, то вот эта синаптическая парадигма, она начинает работать. Вопрос состоял в том, что не было никакого адекватного объяснения. Это оставалось на уровне, ну, как бы, фокуса. В это время, или вернее, позднее, появилась замечательная работа Маркрома, где с автором был нобелевский лауреат Сакман, можно следующий, где методика была значительно усовершенствована. Они регистрировали две спаренные пирамидные клетки, которые были синаптически связаны между собой, регистрировали их внутриклеточно, а не внеклеточно, одну клетку раздражали, получали ВПСП в другой клетке, потом эту другую клетку пропускали, внутриклеточный электрический ток, и затем смотрели суммарный ВПСП, который был увеличен. То есть, ну, в сущности говоря, это все было сделано на очень высоком уровне, но по существу, надеюсь, это было примерно то же самое, что и было получено когда-то Буришина с раздражением вибриз. Но я хочу остановиться на другой стороне этой замечательной работы, которая состояла в том, что они показали, что пирамидный нейрон, когда он разряжается, то он ортодромно дает спайк, а антидромно идет волна деполяризации, как они ее назвали, backpropagated, то есть назад backpropagated дендритный кальциевый спайк, который меняет концентрацию кальция в дендритах. А как вы хорошо знаете, как было многократно показано, следующее, увеличение концентрации кальция в дендрите приводит к тому, что запускается каскад нейрохимических процессов, который может транспонироваться в клеточное ядро, запуская там транскрипцию новых МРНК, которые при помощи так называемого дендритного транспорта, немножко по-другому называется, передаются назад в дендриты. Такая вот, так сказать, обратная связь. Ну вот здесь это показано для НМДА-рецепторов, активацию которых вызывают увеличение концентрации кальция. Но это было очень хорошо показано для белка, который называется ARC, Activity Responding Skeleton. Следующий, пожалуйста. Следующий, пожалуйста. Застрял там чему-то. Вот, а, вот, нет, очень хорошо. Вот, вот это для белка ARC было показано, вот это белок ARC. Он запускает с увеличением концентрации кальция, и затем сам, в свою очередь, в ядре, способствует транскрипции целого ряда МРНК, который переносится назад в ядро, и затем вот производит целый ряд изменений в хроматемовых нитях, таким образом, что вот дендрит из такого превращается в шипет, превращается в такое, это, естественно, схема, и увеличивается количество постсинаптических рецепторов, то есть синапс становится значительно более эффективным. Это было показано, ну, для целого ряда белков, в частности, вот, следующий, пожалуйста. Да, ой, нет, надо. Один, Кирокович, две минутки осталось. А? Две минутки осталось. Да, хорошо. В частности, вот, для белка, линк и другого белка. Таким образом, вот, все эти исследования показали, что увеличение концентрации в шипе как белка запускает последовательность процесса. Но потом еще была сделана замечательная работа, и на ней я и закончу. Следующий, пожалуйста. В которой было показано, что увеличение концентрации кальция, вызванное НМДА рецепторами, недостаточно для того, чтобы запустить вот весь этот каскад кальция, процессов. А увеличение кальция за счет back-propagated spike тоже недостаточно для того, но вот очень аккуратно, очень интересно было посчитано, что совпадение во времени этих двух процессов, то есть увеличение кальция за счет того и за счет другого, оно вот запускает этот процесс, который вот имеет этот возвратный характер, и приводит к увеличению эффективности синаптических связей. Таким образом, можно сказать, что загадка, загадка, которую нам заказал Иван Петрович Павлов в начале 20 века, таким образом нашла, ну, естественно, не окончательное свое разрешение, но, во всяком случае, некую вот идею того, как это все может быть на синаптическом уровне. А еще пару фотографий уже не получится. В следующий раз. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Ну, пошли питерские, их буду я. Спасибо.